Полтава всегда славилась своими авиаторами, авиационными конструкторами. В 1923 году создан был здесь Полтавский аэродром. Несколько слов о такой личности, как полковник Дудаев. В музее представлено катапультное кресло КТ-1, которое любят очень наши дети, очень любят фотографироваться в нем. Схематично вот так вот выглядит взлетно-посадочная полоса нашего Полтавского военного аэродрома. И я хотел бы еще раз пригласить вас посетить, вы уже сказали про интригу, но маленькую фразу. У нас в коллекции, в музее имеется такой самолет, как Ту-160. Это единственный в мире музейный экземпляр. Помимо всего Ту-95МС, так называемый медведь, единственный в Украине, который сохранился экземпляр. Если использовать навигатор, то нужно набирать Полтава, улица имени Петра Юрченко, дом 21-9. Спасибо вам за внимание. Добрый день, уважаемые зрители. Вас приветствует канал Кузница Тездраева. Я его ведущий Максим Красильников. Мы продолжаем нашу рубрику, плейлист экскурсий по музеям, так уже назовем, мира, потому что уже наши экскурсии вышли за границы территории Украины. Сегодня мы находимся в городе Полтава в музее бомбардировочной авиации. Это действительно очень интересное место и сразу при входе в музей нас встречает аллея героев. На заднем плане вы можете видеть технику, которая слабо относится к авиации. Это танк Т-34-85, артиллерийские тягачи, ГАЗ-63, аэродромного обслуживания. Сегодня мы с вами познакомимся с экспозицией музея, потому что именно на этом аэродроме в городе Полтава во времена Великой Отечественной войны базировались американские самолеты летающей крепости Б-17. Это действительно знаковое место и очень интересная экспозиция. Так как я не сильно владею информацией, как всегда, поможет мне провести экскурсию начальник филиала военно-исторического музея Виктор Григорьевич и его заместитель Петр Васильевич. Более 115 лет, как существует дальняя авиация, тяжелая бомбардировочная авиация. Основателями по праву считаются такие знаменитые люди, как Игорь Сикорский Игорь Иванович, который создал уникальный самолет по тем временам Илья Муромец. Макеты вы здесь можете наблюдать. Первым командующим стал генерал Шедловский. И вот с этого момента началась дальняя тяжелая бомбардировочная авиация. Полтава всегда славилась своими авиаторами, авиационными конструкторами. В 1923 году создан был здесь Полтавский аэродром. Основателем Полтавского аэродрома является ас Первой мировой войны Николай Антонович Комарницкий. В 1923 году он подыскал рядышком отсюда недалеко место и была создана первая воздушная станция. Задача которая стояла в том, чтобы связать наиболее крупные промышленные центры между собой. Была открыта авиационная линия Киев-Полтава-Харьков. Через небольшой промежуток времени вторая Киев-Полтава-Кропивницкий Одесса. В 1923 году здесь в Полтаве была организована первая летная школа. В 1940 году первые всесоюзные курсы штурманов. То есть Полтава является не только связующим звеном между большими центрами промышленными Украины на тот период времени, но и кузницей летных кадров. В состав 13-й гвардейской дивизии входили четыре основных полка. Этот старейший полк в настоящее время называется 184-й Полтавско-Берлинский ордена Ленина, краснознаменный тяжелобомбардировочный авиационный полк. В ходе войны он имел наименование 9-го полка. Второй полк 226-й Сталинградско-Катавицкий. Данный полк является также нашим одним из старейших полков. В 1943 году на базе двух этих полков было сформировано еще два. 185-й гвардейский Кировоградско-Будапештский краснознаменный тяжелобомбардировочный авиационный полк и 202-й Севастопольский ордена Суворова третьей степени тяжелобомбардировочный авиационный полк. В послевоенное время с 1946 года фактически все полки базировались на аэродромах Украины. Это 184-й город Прилуки, 226-й город Полтава, 185-й авиационный полк, город Полтава и город Мирград, 202-й авиационный полк. У нас в музее представлен целый ряд атрибутики военной. Представлены отдельные элементы военной формы одежды. В частности, перед вами находится китель Героя Советского Союза Петра Аксентьевича Юрченко, который в годы войны воевал в составе 226-го авиационного полка, а также 184-го авиационного полка. В свое время он был и командиром 13-й гвардейской Днепропетровско-Будапештской тяжелобомбардировочной авиационной дивизии. С 1960-го по 1969-й год. После увольнения в запас он продолжал работать в общественную деятельность, проводил большую здесь, в Полтаве, преподавал на военной кафедре сельхозакадемии и был, в общем-то, человеком, который был любим жителями города Полтавы. Отдельно рассказ мы всегда ведем о дважды Героя Советского Союза, генерал-лейтенанте Александре Гнатовиче Молодчим. Александр Гнатович Молодчий — это почетный авиатор 185-го гвардейского тяжелобомбардировочного авиационного полка. Интересен тот факт, что он является первым командиром тяжелобомбардировочной авиационной дивизии город Узин на самолетах Ту-95. Дальняя авиация славится своими героями. Особое место среди них занимает Синько Василий Васильевич, уроженец Луганской области, дважды Герой Советского Союза. Это единственный штурман, который стал в советское время дважды героем. Мы про него много рассказываем, про его автобиографию. И я хочу представить вот с его плеча как раз мундир Синько Василия Васильевича, который подарила нам музей его семья. Несколько слов о такой личности, как полковник Дудаев. Он проходил службу у нас здесь, в 13-й гвардейской дивизии, на должности начальника штаба. В дальнейшем он был отправлен служить в город Тарту, Эстонской ССР в то время. Дослужился до генерал-майора, а дальше судьба его известна. Я долго сейчас не буду рассказывать. Это отдельный разговор и отдельная тема. В 2000 году нашему музею, в то время он был на общественных началах, семья Дудаевых передала его китель и фуражку. Передали все эти вещи через ветеранскую организацию 226-го авиационного полка. Мы всегда ведем разговор также о тех людях, которые создавали наше авиационное соединение, создавали наши авиационные полки. Идет перечень всех командиров авиационной дивизии, а также всех командиров наших гвардейских полков. Мы ведем рассказ также о такой легендарной личности. Мы не зря назвали этот стенд «Безмерно любящее небо» Петре Степановиче Дейнекине. Он командовал вначале 226-м полком здесь у нас, а потом 185-м. Под его руководством полк переучился на такие современные самолеты, в то время новейшие, как Ту-22М2, в дальнейшем Ту-22М3. В последующем он стал заместителем командира 13-й гвардейской дивизии. И вообще-то мы гордимся тем, что вырос из наших рядов впоследствии главнокомандующий военно-воздушных сил Советского Союза. Этот человек освоил фактически все типы тяжелой бомбардировочной авиации самолетов. Помимо всего, он, уже будучи главкомом, летал на самолете, таком знаменитом, как Ту-160. Данный китель представил непосредственно в музее сам Петр Степанович Дейнекин еще тогда, когда был жив. К сожалению, в 2017 году, 19 августа, он скоропостижно умер. Мы считаем, что потеряли большого авиатора. А следующий мундир также представлен одним из героев Советского Союза, который воевал здесь, на Полтавской земле, участвовал во многих операциях воздушных. Был знаменитым летчиком, как Решетников Василий Васильевич. 23 декабря этого года ему исполнится ровно 100 лет. Решетников Василий Васильевич, будучи командиром Узинской дивизии тяжелобомбардировочной, на самолете Ту-95 установил мировой рекорд по продолжительности полета беспосадочного. Длительность полета была 21 час 15 минут, а дальность полета без дозаправки в воздухе 17 510 километров. Далее у нас представлены еще высотное оборудование, высотные костюмы, высотный компенсирующий костюм, защитные шлемы, кислородные маски, аварийная радиостанция, фотоаппарат АФА-4220, кислородные баллоны. То есть все то, что связано, как говорится, с авиацией, то что применяется в современных летательных аппаратах. И помимо всего приборы для навигации на самолетах таких стояли как Ту-16, Ту-22, Ту-22М3, Ту-95. 185-й тяжелобомбардировочный авиационный полк, который базировался здесь у нас в Полтаве, принимал участие в афганских событиях. Наши авиаторы перебазировались из Полтавы 1-2 авиационной эскадрильи в авиационную базу Мары и оттуда делали вылеты на боевое применение оружия непосредственно в район Кабула и Кандагара. Мы всегда чтим память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашего государства. Среди них 67 героев Советского Союза, выходцы 13-й гвардейской Днепропетровско-Будапештской ордена Суворова 2-й степени тяжелобомбардировочной авиационной дивизии. Ходит такая легенда, что герой Советского Союза Доценко Иванович, уроженец Полтавской области, Кабеляцкого района, село Чернецкое, в свое время был сбит над железнодорожным узлом Львов-2, куда он летел на бомбежку и попал в плен к немцам. А затем каким-то чудным образом оказался в Канаде и стал вождем индейского племени. Но это всего лишь только красивая легенда. О ней мы много рассказываем, много есть фактов, говорящих о том, что он действительно погиб. Свидетелями его гибели являлись, которые летали тогда в одной группе с ним, герой Советского Союза Решетников Василий Васильевич, и до недавнего времени, к сожалению, 22 июля прошлого года умер, это Жуган Николай Павлович. Жуган Николай Павлович и Доценко Иван Иванович были очень большими друзьями. И посмертное письмо отправлял как раз Жуган Николай Павлович в семье Доценко. По фронтовым фотографиям у нас в музее воссоздана штабная землянка полковая. В данной землянке находятся те вещи, которые мы сумели разглядеть на фронтовой фотографии. Это и патефон, это и пистолет-пулемет Шпагина, ППШ знаменитый, это и ящики из-под снаряда и пуль. Там, оказывается, авиаторы хранили свои личные вещи, и когда приходил момент перебазирования с одного аэродрома на другой, они складывали свои личные вещи в эти ящики и, соответственно, перебазировались вместе с ними. Посетители музея могут наблюдать и рассмотреть мундир, форма одежды, образца 1936 года. Это мундир майор ВВС Красной Армии. Сукно оригинальное, сшито на киностудии имени Довженко, представлено в дар нашему музею. В музее представлено катапультное кресло КТ-1, которое любят очень наши дети, которые приходят посещать, очень любят фотографироваться в нем. Одев защитный шлемофон, получаются фотографии, которыми потом они гордятся. Схематично вот так вот выглядит взлетно-посадочная полоса нашего полтавского военного аэродрома. Длина полосы 3050 метров, ширина 90 метров, сама полоса монолит-бетон 800 миллиметров. Кроме того, данная полоса может принимать фактически все типы летательных аппаратов, которые существуют. В 1994 году на данную полосу, когда отмечалось 50-летие знаменитой операции «Френтик» советско-американской, сюда садились Б-52, Б-1Б, КС-10 и другие самолеты. В 2000 году два наших экипажа, подполковников Савченко и Ткаченко, на самолетах Ту-22М3 принимали участие в совместных учениях с ВВС Северного флота. Вылетали с полтавского аэродрома, достигали рубежа пуска ракет в Баренцевом море и сделали два пуска. Ракеты Ха-22. Показано здесь. Об этом можно рассказывать долго, как раз о том, как потом наши самолеты оказались утилизированы. Отведено у нас место также и таким событиям, которые произошли в годы Второй мировой войны, когда через территорию Украины дважды прокатился огненный вал. Здесь фотографии зверств нацистов в годы войны. Эти фотографии во многом легли в основу, как фотодокументы на Нюрнбергском процессе. До 2015 года Гоффман Иосиф Давыдович был последним в живых остававшихся свидетелей Нюрнбергского процесса. Там, на Нюрнбергском процессе, он являлся одним из двух охранников главного обвинителя от Советского Союза на Нюрнбергском процессе генерала Руденко. Не в полные 18 лет Иосиф Давыдович пошел добровольцем в Красную армию. Там, в Красной армии, он дослужился до должности заместителя командира взвода разведки полковой и до сержанта. Уже будучи достаточно опытным разведчиком, его послали на Одере на плацдарм захватить немецкого офицера. Как назло, автомат ППШ у него заклинило. И тогда ему пришлось пойти в рукопашную. В рукопашной схватке он уложил двух немцев, третий сдался. Им оказался немецкий гауптман. При этой схватке ему удалось захватить пулемет МГ-34 немецкий. Здесь представлен его образец. И отстреливался до тех пор из пулемета, прикрываясь немцем как бруствером, пока не подоспела помощь. За этот подвиг он был награжден медалью за отвагу. После войны, живя здесь у нас в Полтаве, Иосиф Давыдович Гоффман стал писать. Кстати говоря, он написал книгу «Нюрнбрек предостерегает». Здесь он описывает свою встречу с Руденко о том, как подружился с американским сержантом, профессиональным палачом Джоном Вудом. Кроме того, эта книга выпущена уже два издания. Два наших полка участвовали в испытаниях ядерного оружия. 226-й Сталинградско-Катавицкий тяжелобомбардировочный авиационный полк и 185-й тяжелобомбардировочный авиационный полк. Недавно мы выставили в экспозицию мундир героя Советского Союза капитана Древоля, который является участником парада Победы в 1945 году. Древель Василий Тимофеевич является уроженцем Миргорода Полтавской области. В нашем соединении в послевоенное время погибло 15 экипажей. Причины всевозможные и разные, начиная от человеческого фактора, заканчивая отказом авиационной техники непосредственно в воздухе. Здесь мы представляем небольшую такую экспозицию. Самолет Тур-16, который потерпел катастрофу. Неоднократно наш музей посещал такой знаменитый человек, герой Украины, первый астронавт независимой Украины, как Леонид Константинович Кадынюк. До 1995 года он был гражданином Российской Федерации. Но когда пришла весточка о том, что готовится полет совместный Украина-Соединенные Штаты Америки, он написал президенту письмо и в ускоренном порядке получил украинское гражданство. Надо сказать, что Леонид Константинович был готов к полетам на всех фактически типах космических пилотируемых аппаратов. В том числе готовился к полету на Буране. Однако не судьба. И вот его мечта сбылась в 1997 году. Он слетал в качестве астронавта на космическом корабле многоразового использования системы Space Shuttle Columbia. Данный зал посвящен событиям, которые происходили на трех аэродромах Полтавского аэроузла. Полтава, Мирград, Пырятин, где в свое время, начиная со 2 июня 1944 года по сентябрь месяц включительно, базировалась американская авиация. В основном это были самолеты Б-17, летающие крепости, также самолеты-истребители дальнего сопровождения Пи-51 «Мустанги» и частично широкофюзеляжные Б-24. Каким образом данная операция родилась? В 1942 году американцы начали бомбить нацистскую Германию и их сателлитов. Приходилось взлетать с аэродромов Великой Британии и Северной Африки. Немецкое командование Люфтваффе привыкло к тому, что американские самолеты летят бомбить, и возвращаться им приходилось фактически обратно тем же самым маршрутом. Немцы поднимали свою истребительную авиацию и достаточно потрепанную зонным ПВО американскую армаду встречали и в большом количестве сбивали их. Терялись боевые машины, и что самое главное для них было, это терялись личный состав, летный состав. Тогда созрело мнение о том, что попросить высшее руководство Советского Союза, предоставить возможность перелетать через линию фронта и совершать посадку на аэродромах ВВС Красной Армии. Окончательно об этом договорились на Тегеранской конференции три господина. Это Сталин Рузвельт и Черчилль. Ноябрь-декабрь 43-го года. После этого пошла работа и была создана специально 169-я авиационная база особого назначения, секретная. Первым командиром этой авиационной базы стал генерал-майор Пермином. Опытный авиационный начальник, хороший организатор. Подошло время и 2 июня. Вылетая из Южной Италии, воздушные корабли, летающие крепости взяли курс на Венгрию. Отбомбились по заводам нефтеперерабатывающим, аэродромам. Успешно пересекли линию фронта. 60 фактически самолетов село в Миргороде, 59 здесь в Полтаве. Остальные истребительная авиация произвела посадку в Пырятине. Отдохнув, дозаправившись, поставив, получив новые задачи, они вылетели в обратную сторону и произвели бомбежку нацистской Германии. Успешно приземлились на своих аэродромах Южная Италия и Великобритания. Немцы долго не могли понять, куда деваются американские самолеты. Помог случай. После выполнения очередной задачи был сбит Б-17. Там оказались полетные карты, документация полетная и фотографии военных корреспондентов. Для того, чтобы определить точность еще раз, будем так говорить, начиная с октября 1941 года по день освобождения Полтавы, сентябрь 43 года, здесь в Полтаве на нашем аэродроме базировались немецкие люфтваффе. Послали разведчика, который сопровождал колонну и, ловко уходя в облака от истребителей, сопроводил фактически до Полтавы. И когда самолеты приземлились на Полтавском аэродроме, он дал в воздух команду. Птички находятся в гнездышке. Моментально была поднята авиация немецкая и в ночь с 21 на 22 июня наши аэродромы подверглись бомбардировке. Пырятин и Миргород не смогли они найти и основной удар пришелся по полтавскому аэродрому. Потери были значительные. Впоследствии американцы это событие назвали вторым Тор-Харбором. Почему? Такое количество своей авиационной техники они на земле никогда не терпели. Далее очень интересные события. Всего таких операций произошло семь эпизодов. В коллекции у нас в музее имеется фотоальбом пилота, который принимал непосредственное участие в полетах у операции френтик отсюда с полтавского Миргородского аэродромов. Мы также показываем шведскую пушку Бафорс. Вся суть в том, что когда немцы бомбили наш аэродром, то они прекрасно знали тактико-технические данные данной пушки. Почему? Шведы в свое время, во время Второй мировой войны, данные орудия продавали всем фактически воюющим странам во Второй мировой войне, в том числе Японии, Германии, Соединенным Штатам Америки. Данная пушка была представлена по ленд-лизу нашему командованию. Суть в чем? Немцы бомбили с высоты 5000 метров, а высота стрельбы данной пушки, данного зенитного орудия 3800. И фактически немецкие самолеты ушли безнаказанно после бомбежки. Отдельно мы рассказываем про вот этого мальчика. Что мы о нем знаем? Фактически ничего. Ни фамилии, ни имени, ни отчества. Знаем то, что ему было около 12 лет, что он являлся сыном полка 169-й авиационной базы особого назначения. Что он награжден медалью за отвагу. Это дает возможность понять, что можно найти этого человека или узнать его судьбу. Раз награжден медалью, значит были представления наградные. Если он был сыном полка, то был внесен в списки личного состава. Если представить, что он в данный момент жив, во что хочется очень верить, то ему где-то порядка 80 с лишним лет. Может быть он где-то среди нас ходит, но мы этого не знаем. И я хотел бы обратиться. Если кому-то знакомо, если кто-то знает о судьбе этого мальчика, позвоните нам или же расскажите. В 2016 году местные жители в Одесской области указали место, где упал американский самолет-истребитель Мустанг Пи-51. Мы поехали, сделали раскопки, поисковые операции. В ней участвовали американские поисковики. И нам удалось найти остатки самолета. Помимо остатков самолета были и останки пилота. По данным остаткам самолета не было возможности определить, кто такой пилот, как его зовут. Но нам повезло. В ходе поисковой операции мы нашли крупнокалиберный пулемет «Браунинг» с этого самолета. Местность там была песчанистая. И когда мы стали не вширь, а в глубину копать, то на глубине порядка двух-трех метров был обнаружен вот этот крупнокалиберный пулемет. Нам повезло. На нем сохранились номер завода-изготовителя, серия. И таким образом уже американские поисковики, сделав запрос в Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, в архив, определили, кто летал на самолете, куда был установлен данный пулемет. Им оказался Джон Мамфорд. Однако по американским законам одно свидетельство еще не является полным доказательством. Поэтому пришлось отправить часть останков Соединенные Штаты Америки. Там у предполагаемых родственников был взят материал и проведен анализ ДНК. Подтвердилось фактически на 100%, что это пилот Джон Мамфорд. Таким образом, еще один воин Второй мировой войны вышел из небытия. И в августе 2016 года останки данного пилота были переданы родным и близким американской делегацией в городе Киев. История создания музея авиации возникла в 1994 году, когда впервые были подписаны договоры о ликвидации самолетов дальней авиации. В 1995-1996 году, благодаря командирам дивизии 13-й генерал-майору Котляру Геннадию Клементьевичу, а также командиру дивизию Жук Василий Ивановичу, при поддержке командующего военно-воздушными силами министра обороны Украины, на аэродроме Полтава было принято решение оставить по одному экземпляру авиационной техники, которая эксплуатировалась в полках дивизии, а также в других авиационных частях. Первый самолет, который приземлился на аэродроме Полтавы, это был Су-15 с аэродрома Краматорск. Далее самолет Ту-95МС с авиационного полка дальней авиации с аэродрома УЗИН, Ту-22 с аэродрома Озерное. Также в 1999 году было принято решение после ликвидации Ту-160, один самолет Ту-160 также оставить на музейной стоянке в Полтаве. У меня возникла идея, кроме открытой стоянки самолетов, создать музей-помещение для того, чтобы разместить все те музейные экспонаты, которые сохранились у ветеранов войны, у ветеранов военной службы. В 2009 году мы открыли первые залы нашего музея. Музей не имел официального статуса и благодаря руководству Министерства обороны Украины 1 сентября 2016 года музей обрел официальный статус и стал филиалом Национального военно-исторического музея Украины. Благодаря своему статусу мы успешно развиваемся. Наш музей пополняется новыми экспонатами. Только в 2017, 2018 и 2019 году мы приобрели и перевезли новые экспонаты музейные самолетов и вертолетов, которые размещены на открытой стоянке самолетов. Имеем возможность укомплектовать автобронетанковые, образцами автобронетанковой техники парковую зону. Проводим капитальный ремонт второго помещения, где будет размещена картинная галерея, а также залы, посвященные военно-морскому флоту, военно-морской авиации. Хотелось бы поблагодарить всех людей, которые принимали участие, в первую очередь ветеранов в сборе, исторических фактов, музейных экспонатов. Тех людей, которые передали свои самые дорогие семейные исторические ценности своих дедов, прадедов, для того, чтобы в первую очередь молодежь имела возможность знать о тех героических действиях, о героической службе на аэродроме Полтава. Я уверен, что вам понравилась экскурсия. Я лично для себя открыл очень много нового, чего я к своему стыду не знал. И я уверен, что многие даже полтавчане коренные не знают о существовании такого музея. Точно такая же ситуация была и в городе Харькове с железнодорожным музеем. Поэтому, друзья, я точно рекомендую вам посетить этот музей. И заканчиваем мы сегодня ролик на фоне знаменитого легендарного вертолета Ми-2. Ребята, это трудяга, советский старый трудяга, который работает по сей день. И уходить на пенсию он тоже не собирается. Также на территории авиамузея есть огромная подборка авиатехники, речащих самолетов стратегического назначения. Но об этом будет все в других сериях. Поэтому не забудьте подписаться на канал. А сейчас предлагаю от своего имени и от вашего поблагодарить Петра Васильевича за такую прекрасную экскурсию. Все, на мой взгляд, было четко и грамотно. Пишите в комментариях. И поблагодарить также всю администрацию музея и всех сотрудников музея, которые вкладывают сюда не только свое время и ходят как на работу, они сюда вкладывают душу. Спасибо огромное, Петр Васильевич. Спасибо вам, что вы к нам приехали. И я хотел бы еще раз пригласить вас посетить. Вы уже сказали про интригу, но маленькую фразу. У нас в коллекции, в музее, имеется такой самолет, как Ту-160. Это единственный в мире музейный экземпляр. Ни один музей мира фактически не имеет. Конечно же, там, где его выпускают на заводе, на заводской территории, у них есть, наверное, макет Ту-160. Помимо всего, Ту-95МС. Так называемый медведь. Единственный в Украине, который сохранился экземпляр. Я приглашаю вас прийти в наш музей, ознакомиться с экспозициями, с летательными аппаратами. Мы работаем каждый день, кроме понедельника, начиная с 10 до 17 часов вечера. Находимся мы по адресу город Полтава, улица Засядька-1. Если использовать навигатор, то нужно набирать Полтава, улица имени Петра Юрченко, дом 21-9. Спасибо вам за внимание. Ну, со своей стороны, ребята, мы скоро приедем сюда. Снимем обязательно, кто не сможет приехать, чтобы плохо видеть, Ту-95, Ту-160. Есть задумка снять документальный фильм про одну из единиц техники, а может быть, даже и про две. Поэтому пишите в комментариях, интересно вам будет или нет. Снимать нам или не снимать. Хотя, если честно, по-любому будем снимать, потому что мне здесь очень понравилось. Тут реально интересно. Все пропахло историей, каждый, наверное, квадратный метр земли. И еще раз, ребята, приглашаю вас посетить. Не пожалеете. Музей ВО. А теперь, как всегда, заканчивая видео, призываю вас подписаться на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. И не забывайте, что мы куем биостесты на земле, на воде и в музеях. До свидания, друзья. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова